Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы находимся на ПТРе версии 8.1. Относительно недавно его обновили, этот клиент, и добавили несколько интересных вещичек для профессий. Новые крафты, которые связаны с реагентом из нового рейда, новые какие-либо трансмутации и всё такое прочее достаточно интересненькое. Ну что ж, я скопировал персонажа своего, монаха, с текущими профессиями алхимия и травничество. Травничество можно сразу сбросить, добывающие профессии никак, ничего абсолютно не получили. А вот алхимия уже заимела немножко интересностей в своих крафтах. Итак, ну как я правильно помню, таинственный котёл на живых серверах, на лайве, стоит 5-10 львов, а здесь нам нужно всего лишь 3. Это уже дёшево и это весьма приятно. Далее, что мы можем увидеть? Некоторые зелья подешевели. Настой почему-то требует по 5 якорь травы, хотя вроде бы хотели сделать по 3. Окей, быть может это изменит в ближайшее время. Тут всё вроде бы без изменений. Перейдём к новым крафтам. Зелье всевидящего ока. Слегка улучшает вашу способность обнаруживать незаметных существ на 10 минут. Есть такая фласочка уже, такое зелье в классике введённое. Сейчас же просто подбивают это под актуальные реагенты, чтобы нам не приходилось фармить старые реагенты с целью того, чтобы скрафтить аналогичное зелье. Мы просто крафтим его из мха и морского стебля. Окей. Далее, трансмутация травы в якорь. 5 всех травушек абсолютно для получения якорь травы. Раз в день. Весьма неплохо. Далее. Новый рейдовый реагент, который является аналогом кровяной клетки. Можно будет перетрансмутить в кровяную клетку. Зачем? Не особо цель эта ясна. Но, быть может, для тех игроков, которые что-либо захотят скрафтить себе для трансмога, это будет актуально. Далее будет новый реагент. Естество приливов. Естество воды можно будет трансмутнуть в естество приливов. Хотя тут почему-то написано наоборот. Окей. Естество воды, я думаю, уже набралось в большом количестве абсолютно у всех. А вот, естество приливов, я не знаю, на самом деле, просто изменится реагент или будет дропаться как-то с рейда. Хотя вроде написано, что с подземелий. Окей. Все это посмотрим. Но трансмут есть. И этот реагент будет использоваться для некоторых крафтов. Также снаряжение чуть-чуть новое. Появилось для соратников в крафте. Алхимия. Ну и аксессуары новые в виде алхимических камней, любимых. 15 естеств приливов, немножко дистиллиума, якорь травы, травушки-муравушки. Для получения 385-го тринкета. Только вот зачем крафтить 385-й, к примеру, если можно сбегать в рейд, получить дыхание в небольшом количестве. И уже сделать 400-й. Если же, конечно, это будет все открываться поэтапно. То есть сначала нам нужно скрафтить 385-й, а потом нам нужно скрафтить 400-й. То окей, тогда все понятно. И вот есть еще 415-й. Подойдем к учителю алхимии и посмотрим, как оно все изучается. Где у нас учителя алхимии? Это вот оно. Окей. Какие-то квестики тут идут. В идее, они должны были автопринятием сделаться. Так, обучи меня алхимия. Я изучу абсолютно все. Так, и что по итогу? А, ну, по итогу получается так, что все это идет поэтапно. И 400-й камень мы сможем скрафтить только при условии, если мы скрафтили 385-й. Как же это грустно, на самом деле. А так хотелось сразу все скрафтить. Окей, ладно. Можно сбрасывать алхимию, она нам больше уже не пригодится. Пойдем просматривать абсолютно все профессии с права налево. Сейчас у нас будет инженерное дело. Я немножко качал его на своем прицаре смерти. И, в принципе, помню, какие там крафты были, а какие введены конкретно в текущий момент. Открываем инженерное дело. Вкладка не изучена. Поясные предметы были, бомбы были, устройства. Это устройство, конечно, может восхищать мертвых, но еще оно может убивать живых. Законатель поворачивает время вспять для цели, которая недавно погибла, возвращает ее к жизни. Можно использовать в бою. Возможно, отдача, которая по такому времени перенаправляется на цель, заставляя ее терять некоторое количество здоровья. То есть, это БР, который доступен только инженерам. Класс. Не, ну, как бы, ДК, друиды, варлоки вообще не нужны в этой игре, я думаю, да. Также очечки появились новые. 385-й, 400-й, 415-й, которые также аналогично будут делаться по цепочке. Цепочки. Хорошо. Ну, аналогично для любых типов брони. Оружие все так же. Прицеловые припасы все так же. Маунт. Ага, питомец новый появился. Очень дешевый на самом деле. Механотарантул. Как он выглядит? Надо посмотреть. Это очень важно, потому что питомцы это основа игры. Механотарантул. Вот такой вот паучок. На самом деле, кажется даже, что он живой. Угу. Перегон реагентов. Конвертация. Возможно, это только для бета-крафта сделано. И детекторы в текущий момент присутствуют на живой версии варкрафта. Окей. Убираем инженерку. Идем дальше. Снятие шкур. Кожевничество. Изучим кожевничество. Посмотрим, чего там новенького придумали. Открываем. Смотрим. Так. Это вот крафты, получается. Аналогично поэтапные. С помощью дыхания идут. То есть сначала 385. Ничего себе. Сразу требует 200 дыхания. Вот это да. Это много на самом деле. Ну и поэтапно, скорее всего, будут открываться. Я так думаю. А, все понятно. В общем, естества воды теперь как такового реагента не будет. Будет только естество приливов. И во всех абсолютно профессиях можно запустить его самую обычную конвертацию. А не проще ли просто-напросто переименовать и выдать игрокам вместо естества воды естеству приливов. Это какая-то очень интересная манипуляция на самом деле. Чуточку непонятная для меня в плане прогресса в этой игре. Почему-то у кожевников какие-то слабые крафты. Достаточно. То есть 385-я вещица уже требует 200 дыхания. В то время как в той же алхимии, к примеру, только на 415-ю нужно было такое количество дыхания. Окей. Смотрим партняжечку. Обучиться. Кожевничество можно убрать. Так, партняжное дело. Шелка, нитки, сумки. Угу. Ну, тут аналогично. 385-я ножки требует 200 дыхания. Угу. 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 Ну, по-моему, это все было на живой версии. Окей. Убираем партняжечку. Берем наложение чар. Ну, я надеюсь, тут-то что-то должно быть уже интересненькое, новенькое. Окей. Поехали. Чарки на перчатки, чарки на кольцо, чарки на оружие, чарки на кистевое. Персональные, скорее всего, так же. Жезлы, жезлы, жезлы. Питомец новый. Требующий пыль, осколок и дистиллиум. Зависло вылететь сейчас. Нет, давай без этого. Пожалуйста. Я не хочу потом склеивать видосик, что такое делать. Итак, после долгих попыток зайти, все же зайти удалось. Продолжаем рассматривать наложение чар. Надеюсь, персонажа никак не откатит. Совершенно верно. Итак, наложение чар. Там были трансмуты какие-то интересные, я это заметил. Окей. Естественно, все понятно. Кровяную клетку в дистиллиум можно перегнать. Вот это на самом деле весьма интересно. Возможно, возможно. Даже ради этого, по самому началу старта патча, было бы неплохо изучить этот крафт. К тому же он изучается всего лишь на единичке и производится 7 дистиллиумов. А, это если дыхание перегонять в дистиллиум, а если клетку в дистиллиум, то 5. Не, ну неплохо на самом деле. Слить пыль, слить осколки, посливать ненужные клетки. Ну, как по мне, это просто идеально. Сколько стоит пыль? Да нисколько. Осколки? Да тоже, в принципе, как вариант закупиться, накрафтить себе дистиллиума до кучи и вообще радоваться жизни. Так что, вот, кто видосик посмотрит, тот будет знать. А кто не посмотрит, тот как бы, ну, опять без информации лучше останется. Окей. Убираем наложение чар. Берем кузнечку. Ну, в кузнечке, наверное, крафты будут, скорее всего. Да и все. Сейчас профессия прогрузится полностью, потому что где-то ПТР. По-моему, отмычки раньше не было у кузнеца. Конкретно в текущем. Патчи. В 8.0. А может и была, я просто проглядел. Ну, добавились крафты. Аналогично. С помощью дыханий в бансамде. Забываем кузнечку. Идем дальше. Дальше у нас начертания. На самом деле, весьма интересный гляунд, что в начертании новое прикрутили. Смотрим. Кодекс, свиток, свиток, контракты, карта. Массовые измельчения, новая руна только появилась. И все. Не, ну, в принципе, логично, потому что, ну, а что еще прикрутить начертателю? Да нечего, в принципе, фракции никаких новых не введено. Контрактов никаких новых нет. Карты, колоды новые никакие не собираются. Поэтому, увы и ах. Итак, какие у нас еще, получается, остались профессии? Ладно, кулинарию глянем. Хорошо. Все-таки, быть может, там есть какая-то новая еда. Крайней мере, я надеюсь на это. Что? Подожди. Серьезно, кровяные клетки? Это рофл какой-то или что? Что это за приколы такие интересные? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где он? Есть вот такой вот на 35 человек, а этот тоже на 35. Я не понимаю просто в чем отличие. Вроде бы все абсолютно так же. Но тут требуются кровяные клетки. Ну, на самом деле, относительно неплохо. То есть, Blizzard позволяют разгрузить наши старые реагенты, чтобы они у нас просто так не лежали и не пылились. По-моему, я глянул все профессии. Сейчас я подойду еще к какому-нибудь там макцу. А, ювелирка осталась. Посмотрим, что тут новенького. Надо будет к стражнику подойти и просто по списку профессий прибежать. Колечки те же, посохи те же. Ну, да, все так же. Окей, подойдем к стражнику. Пройдемся по списку профессий. Ну, ты можешь не ходить. Я общаюсь с тобой, а ты ходишь. Это что за неуважение? Алхимию мы глянули, кузнечки мы глянули, кулинарию глянули, кулинарию. Наложение чар глянули, инженерку глянули, начертания глянули, ювелирку глянули, коженничество глянули, партняшку глянули. Итак, какой можно сделать вывод по профессиям? Новый реагент, то есть, естество воды перегоняют в естество приливов. Зачем? Вообще, в принципе, непонятно. Окей. Новый рейдовый реагент, дыхание, с помощью которого можно делать различные крафты, которые усилят нашего персонажа различные вещицы. Далее, наложение чар чуточку преобразовалось путем больших манипуляций с реагентами. В кулинарии появился новый крафт. Из особо основных, в принципе, все перечислил, ну и все профессии абсолютно мы рассмотрели. Некоторые мысли касательно этого были сказаны. Идеальная работа. Осталось только подрезать момент с вылетом. И все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. И последуйте тем советам, которые были даны. А также гляньте другие различные видосики, чтобы быть в курсе обновления 8.1. До скорого.